Долгожданная осень И насладиться каждым моментом своей жизни, несмотря на время года Ни для кого не секрет, что с наступлением холодов и дождей настроение многих из нас заметно ухудшилось А с плохим настроением, впрочем, как и с плохим самочувствием, мы обязательно должны бороться Осенью, как никогда, из-за дефицита витаминов в ежедневном рационе, организм наш ослабевает Для того, чтобы поддержать организм, нужны витамины извне Как профессионал могу посоветовать вам в осеннее время есть говядину Потому что именно этот сорт мяса, как никакой другой, богат на полезные витамины и микроэлементы Именно о том, как приготовить мясо вкусно и полезно, я хочу рассказать вам сегодня Предлагаю начать с самого выигрышного, на мой взгляд, мяса Стейк Рибай И нет в мире человека, любителя мяса, который не пробовал бы стейк Рибай из выдержанной говядины Этот отруб мяса обладает высокой степенью мраморности и прекрасным ароматом И секрет этих стейков в том, что они начинают готовиться задолго до того, как попадают к вам на сковороду Помимо правильной породы бычков, способа откормки и разделки туши На вкусовые характеристики стейка влияет и способ выдержки Существует два способа выдержки говядины – сухой и влажный Рибай стейк влажной выдержки очень сложно испортить Благодаря некоторым тонкостям, о котором вам сегодня расскажет наш повар У вас он обязательно получится Специфика данного стейка заключается в том, что прежде чем он попадет к вам на кухню Он проходит специальный процесс выдержки Данная выдержка делает стейк намного мягче и сочнее Если вы хотите ощутить истинный вкус говядины То мариновать данный стейк нужно с минимальным количеством специй Если же вы хотите сделать вкус более изысканным и насыщенным Вы можете использовать маринад Я сегодня буду готовить с помощью маринада Маринад наш состоит в вино, мед, оливковое масло и соевый соус Берем наши ингредиенты и перемешиваем Также берем лимон, выдавливаем, добавляем лимонный сок Также для вкуса мы добавим черный перец, буквально щепотку Спецификой данного стейка является то, что прежде чем его мариновать Либо же просто добавлять соль и перец Температура самого стейка должна быть не менее 25 градусов Держим мясо в соусе буквально пару минут Для того, чтобы мясо полностью пропиталось маринадом Поскольку стейк не маленький Для того, чтобы почувствовать весь вкус маринада Ему нужно полежать в маринаде буквально пару минут Готовить мы его будем в хоспере при температуре около 200 градусов Обжаривая его с каждой стороны по 5 минут Мы поставили наше мясо в хоспер на температуру около 200 градусов на 5 минут Через 5 минут мы его достаем, переворачиваем и еще на 5 минут оставляем в хоспере Переворачиваем наше мясо Мясо само по себе довольно самобытное и в особой гарнировке не нуждается Но если вы любитель гарниров, я бы вам посоветовал гарниры с овощей Также к нашему стейку я предлагаю два соуса Первый соус это соус горчица с медом для тех, кто любит поострее И соус ягодный для тех, кто любит послаще Наша подгарнировка состоит Это шпинат, помидор черри и микрогрин Итак, достаем наш стейк И теперь очень важно поставить наш стейк под подогрев на 15-10 минут Для того, чтобы сок, что внутри стейка разошелся по всей плоскости мяса Итак, прошло 15 минут Наш стейк уже отдохнул Сок распределился по всей части стейка Наш легкий гарнир поможет вам внести дополнительные вкусовые качества К наслаждению нашим стейком Приятного аппетита! А мой рибай уже готов От всего сердца хочу пожелать вам здоровья Одевайтесь теплее И наслаждайтесь каждым моментом этой осени Пусть она станет для вас незабываемой Незабываемо романтичной, теплой и яркой Приходите к нам в гости И мы позаботимся, чтобы вам было вкусно Редактор субтитров А.Семкин